Один раз я у Балабанова попросила роль, и он мне ее дал. Почему ты не научила все русское общество произносить правильно твою фамилию? Очень многие, ну почти все актеры, когда начинают, приходят собраться за все. Надо всегда соблюдать вот этот комплементарный щит. Если это не получилось, а человек умный, он все равно будет знать, что это не очень получилось. Тебе чего больше хочется, в лотерею или заработать? Заработать. Привет, это Алена Долецкая, проект The McCallan. Решайся. Сегодня у меня одно из самых непростых интервью со знаменитой актрисой Ингеборгой Девкунайте, моим близким другом. Надеюсь, не подеремся в кадре. Ингеборг, а то такое дело, ты первая женщина, герой вот в этой серии проекта «Решайся». Я волнуюсь. Я думаю, что я сейчас чихну, извините. Так я правду говорю. Правильно. И ты знаешь, в связи с грядущей весной, я должна тебя как-то поприветствовать. То есть я знаю, что тебя будет приветствовать армия мужчин, когда наступит этот день. Но пока я буду первой. Будьте любезны. Весна моя. Это тебе. Спасибо. Раз. Очень красивый. Очень красивый. Клади. Так. Вазу принесут. А можно я еще... Прошу вас. Спасибо огромное. Edition number six. The Macallan. Спасибо. Он классный. Ну, можешь открыть, посмотреть, то ли там. За свидетельствуй подлинник. А то знаешь, как бывает. О, чудесно. А ты посмотри, какой цвет. And the color. Твоих глаз? Да. Ты понимаешь, какая история? Моих? Look. Ну ладно. Голубоглазая. Несмотря на невероятное количество лет нашей дружбы, я не задала тебе всего два вопроса. Вот скажи, ты же в Литве зовешься Добкунайте. Правильно? Почему ты не научила все русское общество произносить правильно твою фамилию? Почему они все говорят Добкунайте? А ты Добкунайте. Почему? Ну, потому что мне было как-то... Я не знаю. Ну, так вот вышло нечаянно. Я, наверное, в силу тогда своей какой-то невинности и всего такого молодости, мне было неудобно поправлять людей. Я думала, ой, им так неудобно. Из-за этой дурацкой вежливости так вышло. Все произносят, так вышло. А скажи, а мама с папой как на это реагируют, что они знают, что ты Добкунайте? А вся, так сказать, российская публика говорит, а сегодня в эфире знаменитая актриса Инги Борга Добкунайте. И они такие... Ну, они-то, я думаю, что все думали, что, ну, раз люди не умеют, то что тут? Ну, не умеют. Не умеют, и бог с ними. Да. Второй вопрос, который я тебе никак не могу получить от тебя ответ. Что за чехарда с датой дня рождения? Почему во всех источниках они разные? Год один и тот же, а дата разная. Мои родные поздравляют меня 19-го, потому что я родилась 19-го. Так. Но написали меня 20-го, потому что медсестре показалось это красивее. А так как я родилась где-то, ну, полдвенадцатого ночи, то она сказала, ну, что тут? Давайте будем 20-го. А мама была, наверное, уже не, ну, как бы, не в таких, не в таком энергичном состоянии. Чтобы спорить. Чтобы спорить с медсестрой. Большая часть источников русскоязычных и англоязычных тебя называют Геборга Добкунайте. Мне так нравится Добкунайте, я буду сегодня говорить Добкунайте. Хорошо. Известная или знаменитая по-разному русская, литовская, английская актриса. Вот скажи мне, ты какой из них являешься? Или чувствуешь себя какой? Я думаю, что я литовская женщина, потому что я родилась в литовской семье. Но какая я актриса, я не задаюсь себе этим вопросом, потому что это, я не думаю, что это важно. А это важно? Как-то интересно. Это может быть не так важно. Ну, как бы, я играю уже людей разных национальностей. О чем речь? Ну, как бы, актеры, это же профессия такая, что ты пытаешься быть другим человеком. И, наверное, какой он национальности, это то, кого ты играешь в тот момент? Или, если я играю, скажем, Жанну, то я, естественно, играю русскую женщину. Скажи, ты играла ведь в кино и с русскими актерами, и с английскими актерами, и с американскими актерами, и с литовскими актерами. С кем на киноплощадке было легче, веселей, быстрей? Я скажу тебе, ты скажешь, что я дипломатически ухожу от вопроса, но на самом деле мерка есть только одна – талант. Вот тебе партнер, мне везло. У меня были достаточно, как бы, даже очень талантливые партнеры. И какая разница, на какой ты площадке находишься, если рядом с тобой живой человек? И это… И он по-настоящему талантливый. Если тебе говорит человек слова так, что ты хочешь ему отвечать, или он тебе отвечает, что у вас есть, так называемая, живая связь, то это и есть… Это и есть… Никита Михалков или Кевин Спейси? Я не буду делать этот выбор, потому что я с обоими работала. А я поэтому и спрашиваю. Нет, я не буду делать выбор. У тебя есть режиссер, с которым бы ты хотела или снова сняться в кино, или ты никогда у него не снималась, но ты очень хочешь, чтобы он тебя пригласил к себе на фильм? Ну, послушай, есть невероятное количество… Конечно. Очень талантливых, выдающихся режиссеров. Я сейчас какой-то список хочешь, но… Ох, я так… Ох, я так… Я говорю, что ты сейчас делаешь? Он говорит, пишу сценарий. Я говорю, какое? Он говорит, ой, так ужасно, ноги отрезают, жуть-жуть, ад-ад. Я говорю, ну, а мне роль есть? Нет, это не выдержишь. Там так ужасно, так ужасно, там ужас-ужас, жёстко. Я говорю, Лёша, я у тебя в речке тонула холодной. А, точно? Да. Ну, если хочешь, напишу тебе роль, сделаю героиню немкой. И написал. И был фильм «Морфий». Ты знаешь, чтобы сняться у кого-то в кино, ты должен быть ему нужен. Бессмысленно. Хотите мечтать? Хотите мечтать можно, но нужно… Мне главное, чтобы я была нужна в этом проекте. Конечно. Потому что это, как сказать, взаимосвязь. Я не могу там сказать, ой, дайте, 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 дайте роль. Ну и что, я этой роли не подхожу? Или она мне не подходит? Тоже надо… Уже сейчас хотела сказать, надо мечтать разумно. Бывала такая история? Принесли тебе сценарий, ты прочитала, он тебе как-то не очень. А с деньгами тоже в этот момент не очень. И ты соглашалась или нет? Одно из самых больших роскошей и рубежей профессии – это то, когда ты можешь выбирать роли. Потому что, ну, не знаю, очень многие, ну, почти все актеры, когда начинают, приходят собраться за все. А когда ты уже можешь говорить себе по разным причинам, нет, этого я не буду, а буду это или еще подожду, – это невероятная роскошь в моей профессии. Ты себе его позволяешь? Мне нравится осветительное счастье на твоем лице. А в свое время ты мне дала очень хороший совет, когда нам надо было пойти поздравить общих друзей после фильма, который на тот момент мне очень не понравился. И, видимо, с лицом у меня была беда. И ты мне тогда преподала очень жесткий урок того, что даже если это друзья или не друзья, надо всегда соблюдать вот этот комплементарный щит после спектакля или после кино. Это по-прежнему верно? Это не комплементарный щит. Что это? Это уважение к труду. Люди, которые делали, скажем, этот фильм или этот спектакль, они же не думали делать что-то плохое. Они вложили в это определенное количество сил, таланта. И есть очень много причин, почему это тебе понравилось или тебе не понравилось, или у них получилось так. Вообще общего вкуса нет. Конечно. Есть разный вкус. Потом я осмелюсь сказать, что если ты уже пошла на этот фильм или спектакль, то он определенного уровня. Правда. Правда. Поэтому есть некое уважение к труду. Если это фильм, он уже сделан. Он уже вышел. И от того, что ты этим людям скажешь, знаешь что? Не сложилось. Ужас, ужас, ужас. Ты только испортишь им настроение. И они скажут, так и знал, что это ужас. Что теперь делать? Надо следующее делать лучше. Но если это не получилось, а человек умный, он все равно будет знать, что это не очень получилось. Если человек глупый, то бессмысленно ему говорить. Тоже правильно. Со спектаклем еще хуже. Потому что если ты придешь к человеку после спектакля и скажешь, ты знаешь, что ты там это то. Бля. А ему еще три года это играть. Ну кому ты сделаешь хорошее? Никому. Никому. Потом, я не считаю себя таким... Ну, я не считаю, что я имею право приходить к актеру и говорить ему... Знаешь что, ты играешь вот это. Вот так. По-другому. Почему? По простой причине. Когда ты репетируешь спектакль, ты репетируешь это с определенными людьми. Ты договариваешься с ними, что ты будешь играть так. И если ты будешь слушать даже тех людей, которых ты невероятно уважаешь, у тебя будет каша по голове. Конечно. Ты же послушай всех. Конечно. Согласна. Но есть люди, которых я... Ну, скажем, есть худрук театра. Женя Миронов. Он приходит, и он дает невероятно крутые советы. Но он худрук театра. Он выбирал, ну, как бы... Он участвует в процессе. Конечно. Он понимает, где ты. И он невероятно талантливый актер, безусловно. И его совет для тебя будет, конечно, значим. Абсолютно. Но это не значит, что мне не интересно мнение о спектаклях, о моей игре. Мне интересно знать. Но у меня должна быть некий фильтр. Потому что у меня есть своя задача. Конечно. И я знаю, что я всем абсолютно понравиться не могу. Ну, конечно. Конечно. А скажи, ты прессу читаешь о своих спектаклях и кино? Никогда. Нет. Ты не читаешь критику? Нет. Ну, в смысле, кинокритику или театральную критику? Никого? Нет. Потому что? Меня так научили. Послушай, вот смотри, если скажут, ты очень хорошо сыграла вот эту сцену. Ты идешь на сцену и думаешь, о, они сказали, что я эту сцену хорошо сыграла. Хочешь, не хочешь, это у тебя зафиксируется. Это как не думай о белом слоне. Понимаешь? Ты не хочешь, чтобы на тебя давили? Нет. Я хочу некую, некую чистоту выхода на сцену. Ну, это может быть глупо. Это мое чудо моей профессии. И чудо, скажем, театра состоит для меня в том, что это коммуникация. Я общаюсь с людьми, и я поняла в каком-то периоде своей жизни, что это для меня самая простая коммуникация. То есть с людьми, это общаться с залом. И если они меня слышат, если они слышат, что я им хочу сказать, и это не имеет, я не говорю о словах, я не говорю о, а это какая-то вот такая коммуникация. Это и есть, и если вы, вот, ну, если на сцене происходит что-то, во что-то, ты забываешь, что ты в театре, это самый большой, ну, как бы, это вот чего хочется. Я хочу идти в театр, смотреть спектакли, где я забываю, что я в театре. Это самая большая награда. Скажи мне, репертуарный театр или антрепризный? Вот театр наций, он и не антрепризный, и не репертуарный. Он репертуарный в том смысле, что структура его репертуарная, так как спектакль играется в репертуаре, но труппы в театре нации нет. Нету. Театр наций все на проект. На проект. На проект. То есть это не люди в штате? Нет. Актеры не люди в штате. Есть театр, конечно же, но актеры это не люди в штате. И, соответственно, вам платят за спектакль, за роль, за репетицию, за... Ну, да. Ну, как бы за весь корпус вашей деятельности. Вопрос даже не в оплате, а в том соглашении, в которое ты входишь. Вот ты пришел, то есть тебе предложили, ты согласился. И они согласились, и вы вместе работаете. На этом спектакле. Окей. И они перед тобой не в ответе, как, скажем, некоторые там худруки говорят, ну, у меня вот этот актер сидит уже сколько без работы. Надо ему дать. И актер может сказать, нет, я не хочу играть эту роль. О, как? Ну, как? А в репертуарном театре ты в штате, и тебе говорят, вот висит объявление распределения ролей, ты в этом спектакле приходишь, и там... Нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Конечно, это же штат. А в... Узнаешь иногда это с... Доски объявлений. С доски объявлений. А в театре Жени это не так. Ну, под руководством Жени Миронов. Конечно. Это не так совсем. Это... Согласие. Согласие. Со всех сторон. Со всех сторон. Я уже поняла, что ты с мечтательностью на вы. Да, так кажется. Но все-таки я хочу, чтобы мы помечтали. И вот, значит, на тебя, ну, скажем так, сваливаются, благодаря какому-то твоему необычайному там проекту, успеху, чему-то еще. Ну, и так на тебя сваливается, внимание, пятьсот миллионов американских долларов. Вот они пришли к тебе. Как ты ими распорядишься? Есть разница. Вот ты выиграл лотерею, это одно. Так. А ты заработал, это другое. Так, тебе чего больше хочется, лотерею или заработать? Заработать. Заработать. Но мы наколдуем работать. Потому что это какой-то... Я даже, это я скажу, раньше у меня вообще был такой комплекс, что я не могу ехать отдыхать, если я перед этим не поработала как следует. Или если после этого меня не ждет какая-то большая работа. Я умею как бы отдыхать, но на самом деле эти деньги бы только меня еще озадачили, как бы мне еще поработать. С этими деньгами. С этими деньгами. С этими деньгами. Подходим к теме. Значит, ты отдохнула, ну, чтобы голова была посвежей, и села работать над тем, как разрулиться с этими пятьюстами миллионов. Нет, уже не пятьсот, уже гораздо меньше. Ты уже потратила на отдыхе? Ну, уже потратила на семью, на близких, на друзей. Ну, чуть-чуть уже потратила. Ну, потратила. Ну, что, половину? Ну, не знаю. Это когда начнется, непонятно же. Ну, надо делать мир лучше. Да, хотелось бы. Надо. Есть такая обязанность. Да. Надо. Это такой, ну, потом совесть. Все такое. Не надо очень. Я говорю, это ответственность. Без сомнения. Ну, во-первых, ты уже взяла на себя ответственность. Пусть не такого грандиозного масштаба, но ты член Попчистского совета. Попчистского совета. Вера. Да. Ну, вот я говорю, ответственность. Да. Мир лучше надо делать. И ты его делаешь, и все. Да. Но тут-то у тебя возможности побольше, понимаешь? Ну, значит, получше мир будем делать. В том же направлении? Ну, понимаешь, когда это придет, тогда мост этот и буду переходить. Пока этого моста у меня нет. Нет. Не подошла я к этому мосту еще. Я перехожу те мосты, к которым я подхожу. Этого моста пока нет. Очень. Все ресурсы, которые изучали человеческое счастье, так называемое, и тому подобное, они все изучили, что да, деньги имеют отношение с, ну, это вот пропорционально, как человек себя чувствует, если мы или нет, до какого-то предела. Но когда у него есть определенный предел, уже это большой разницы не играет. С ними можно круто провести время, и если, ну, рано или поздно, ты скажешь, ну, а после этого, вот, знаешь, ну, все, что нужно, купишь, куда-то хоть захочешь, съездишь, и все такое, но потом все равно ты останешься там же, где ты-то есть. Пока едем в трафике. Есть вариант открыть такой конвертик красивенький и сыграть в картерчики. Ну, тут нету проигрыша и выигрыша. У нас сейчас три карточки. По сути, наверное, я дам тебе вытянуть все. Ну, хорошо. Ну, поехали. Вспомните свой первый успех в жизни. Что это было? Ладно, я не буду отходить в сторону, говорить, ну, успех это условно. Но... Да. Когда мне было четыре года... Так. Я... Меня ввели в оперу «Мадам Баттерфлей», где я играла сына «Мадам Баттерфлей». Это опера, Пучини. И приехала итальянская дива. И меня, типа, для нее и водили. И вот я поиграла. Она не... Я ей не очень сначала нравилась, потому что я, во-первых, была девочка. Во-вторых, а ей там мальчик должен быть. Ну, во-вторых, она так привыкла по-другому подходить серьезно к вопросу. Хотела меня взять в гостиницу. В гостиницу в ней жить меня, конечно же, не пустили. Ну, и после спектакля она мне подарила Ваньку-встаньку. Большую такую. Итальянскую? Нет, русскую. И отдала мне все свои цветы. Они были больше меня. И около служебного входа театра ее ждала толпа поклонников, потому что, как ты понимаешь, в те годы в Вильнюс итальянские дивы не приезжали каждый день. Ну, или даже каждый год. И они ждали ее, а вышла я с ее цветами. И вот эти все люди мне захлопали. Я помню это. Я была очень маленькая, но я это помню. Очень смутно, но я это помню. Ну, я не знаю, что я даже чувствовала тогда. Я только помню, что люди мне хлопали. Выбирай следующее. А все надо? Давай. Так какая разница тогда? Говорят, что погоня за счастьем – это иллюзия. А успех тоже иллюзия. Ну, вот, конечно, я сейчас думаю, помню я эти аплодисменты или нет. Иллюзия – это или сон, или это моя фантазия, или это просто хорошая история. Ну, и, как бы, опять же, в этом вопросе подразумевается и то, что, ну, действительно, а что это такое? Что такое успех? Вообще есть люди, для которых это понятие абсолютно чуждо. В смысле, ну, что, это перечень орденов, ну, как бы, каких-то галочек. Это есть, это есть, это есть, это есть. Это что, успех? Или… Это же нельзя измерить. Нет. Я раз глупости говорю. Но… Это не глупость, это как раз очень важно. Если мы живем в племени каком-то, ну, давай вернемся там, перед эволюцией, ну, то, наверное, тот охотник, который там наохотился на большее количество зайцев, он успешнее, чем тот, который меньше зайцев принес в племя. С птицами сидит. Ты же сама сказала. Угу. Я не могу сказать, иллюзия это или нет, потому что нет аппарата… Нет, аппарата… Успехометра. 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 Успехометра, понимаешь? То есть, если бы у тебя была возможность… Успешно. Вы сегодня успешно прожили день. Да. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А, 25 баллов. Да, а могла бы 31. Человечество сейчас находится в какой-то феноменальной погоне за иллюзией. Конечно, смотри, сколько у тебя подписчиков, сколько у тебя лайков. Лайков, да. Это что, успех? На. Так, и последнее. Ваше самое большое достижение? Опа. Так это… А первый вопрос, это было не достижение? А. Это был успех? Конечно. Ну, то, что я еще жива. В общем-то… Суток. Как и все. Так. Ага. А что-нибудь я говорю? Ну что ж. Пошли. Вот это пуе. Это пустой буфет малого зала. Так. Это вид. Ага, на Петровский переулок. Да. Повезло. Так, а что на фотографии ты хоть видела? Пустой буфет. Нет. Ну, пока нет. Сейчас еще рано. Ой, я не видела фотографии. Вот фотографии с репетиции всяких. С репетиции. Инги Ворга добкунайте. Да ладно. Вообще. Разбитый кувшель. А это разбитый уже? Да. Вот так буфет. Слушай, а малая сцена сейчас занята? Малая сцена занята. Там, наверное, любовницы, да? Уже начали? Угу. Сейчас посмотрю. Репетируют. И в начале же, по-моему, первая Жанна была на малой сцене, На малой сцене. Сначала, да. Сначала Жанна была на малой сцене. Угу. А скажи, как вот принималось решение перейти с малой сценой на большую? Это Женя решил как друг, да? Женя и... Ну, Женя и Женя и Роман Халыч. Угу. Вот это надо было перестроить все. Этого вообще не было? Нет, перестроить декорацию. Весь спектакль, да? Декорацию надо было. То есть это все пришлось сделать по-новому? Да. А ощущения в игре на малой и на большой сильно разнятся? Вот твое чисто актерское. Ну, как в малой сцене? Вообще фокус поменялся. На малой сцене они смотрели так и были как будто в моей квартире. А на большой сцене они уже смотрят туда и я уже далеко. А вот скажи, вскоре после Me Too, возник вопрос, который поднимала, кстати сказать, и Мерил Стрип часто, что возрастным актрисам очень трудно попасть в кастинг. Как ты это видишь, историю вот по прошествии этих четырех лет? Значит, я думаю, что кто-то пишет сценарии. Сценарии пишут и утверждают проекты, которые снимаются. Почему они пишут именно такие сценарии? Потому что такие сценарии имеют спрос. Значит, какой спрос, наверное, такой и предложение. 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 С другой стороны, аудитория меняется и мы видим, что, скажем, если раньше, ну такую, как Николь Кидман, сказали бы, ну куда, ей столько лет, она главные роли играет. И про нее сериал. Или, ну мы кучу найдем таких сейчас сериалов и все такое. Да. То времена меняются. Ты тоже заметила, да, вот довольно внятное изменение. Скажи. Да. Очень интересно глянец на этот ряд реагировал, да. Джуди Дэнч сколько лет? И, кажется, восемьдесят. Да. В этом районе на обложке британского Ога. Немыслимая история, да? Да, конечно. Ты видишь, или ты хотела бы видеть в России женщину-президент? Ну, почему нет? Ну, какая разница, какого она, Пола или он? Какая? Я не вижу разницы. Пол не определяет мастерство управления. Раз, два, три. Выбирай. Пять. Угу. Угу. Что для вас современная роскошь? Ну, как мы поняли сейчас с пандемией. Угу. 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 Человек добился беспрецедентно много. Какая ему нужна мотивация, чтобы двигаться дальше? Я думаю, что он беспрецедентно много добился, потому что у него была мотивация. Поэтому вопрос не возникнет, он все равно будет двигаться дальше.